Шесте митинг и автопробег. У Добруши святкование Дня Перамоги разгорнулись на центральной площади. У дел в урочистостях приняли тысячи горожан. С подробностями Максим Савин. Войски Первого Бранского фронта при подтримце партизанов вызвалили Добруш от фашистских захопников 10-го Костричника 1943 года. Еще про два дня советская улада обновилась на территории усяго района. У Добрушским краезнавчим музею есть фотосдымок, на яким адлюстрованы, як мясцовые жихары, сустракали бойцов червоной армии. Почас отступления немецко-фашистские захопники знищили больше за 70% инфраструктуры Добруша. Одразу после вызволения мясцовые жихары приступили до одновления родного города. Запрацовали телефонная станция, радиовузел и телеграф. Прос два дня распочались занятки в школе. Добрушская паперовая фабрика выдала первую продукцию про спаугода. Добрушская паперовая фабрика довольно мощно потерпела. На ее и у часа оккупации фашисты ремонтовали свою технику, а коли отступали, то знищили предприемство Амаль полностью. То есть только войска двинулись дальше на запад. Мирные люди, кто оставались здесь, в основном женщины, непризывной возраст мужчины, начали реконструировать фабрику и впоследствии через полгода, ударными темпами, будем говорить, через полгода уже фабрика начала действовать, строились цеха, возобновлялись производства и начался выпуск уже продукции. Светкование Дня Перамоги распочались с акцией «Беларусь памятая». Городжане прошли колонны про центр Добруша с портретами своих близких, которые принимали удел у Великой Айчинной войны. Память о подвигу живее – яскравое подтверждение тому тысячи людей, которые приняли удел у шести. Фотографии мой отец, старший сержант Градоненко Виктор Григорьевич, во время войны был авиационным механиком и прошел боевой путь в составе 947-го авиационного полка 289-й дивизии авиационной. Победа – это очень яркий, важный праздник, благодаря которому мы остались, так сказать, под мирным небом живем, растим детей. Это очень великий праздник. Мы, конечно, благодарны всем ветеранам, которые обеспечили нам такую мирную жизнь, достойную жизнь, мирное небо. Завершилось шесть целями мемориального комплексу память. Тут отбылся урочистый митинг за складанием кветок. Головные герои – ветераны Великой Айчинной войны. В Добрыжском районе их засталося 33. Не все сдоляли приехать на урочистости, здоровье не дозволяем, однако никто не застался без уваги. Сегодня кроки ветеранов не такие твердые, як ранее, але твердым застался их дух. Менавитаем дозволю 74 годы тому добиться такой же данной и долгучаканной перемоги. Без веры и без преданности трудно и одержать победу. По час митингу адрес ветерану учали слова подяки и самые теплые пожадания. Протягнулись урочистые мероприемства концертам у районным центра культуры. Максим Савин, Василия Сепциотель, радиокомпания «Гомельс», Добруша.